В аэропорту Красноярска выясняют, почему на борт самолета накануне пропустили пьяного пассажира, который уже в воздухе избил бортпроводника. Авиадебошир Андрей Третьяков. В прошлом, надо сказать, замгубернатора Челябинской области. Сейчас топ-менеджер Росгеологии. Сегодня он предстанет перед судом. У стюарда сотрясение мозга, так что возможно возбуждение уголовного дела. Екатерина Миронова следит за этой историей. Уже никакой агрессии. В линейном отделе полиции аэропорта Новосибирска Андрей Третьяков чувствует себя спокойно, но он по-прежнему не трезв. Несколько минут назад его сняли с рейса Красноярск-Москва. 45-летний пассажир был настолько пьян, что набросился с кулаками на стюарда. Командир лайнера был вынужден совершить преждевременную посадку в Толмачево. Причиной конфликта стала попытка данного гражданина пройти в туалетную комнату бизнес-класса. Но вы прекрасно знаете, что по существующим авиационным регламентам идет разделение между экономическим классом и бизнес-классом. В результате данного конфликта мужчина нанес бортпроводнику от 7 до 10 ударов. Пострадавший бортпроводник Антон Чернышев с сотрясением мозга и синяками был доставлен в больницу Новосибирска. Медики оказали ему помощь, но от дальнейшей госпитализации 23-летний Стюарт отказался. Лайнер, на котором произошла драка, дозаправили и он продолжил свой путь. Из-за инцидентов до Мадедова самолет прибыл с двухчасовым опозданием. Пассажиры с ужасом вспоминают Третьякова и его попучка. Тот тоже был не трезв, но в драке не участвовал. Да, он пьяный, неадекватный был полностью. То есть, как бы там ни причины, ни повода, ни слов, ничего не было сказано. Мы шарахнулись все просто. Во-первых, это происходило прямо вот тут рядом. Второй сразу соскочил с места, начал пробиваться к первому. Это вот через мою голову я сидела у прохода. То есть, я легла буквально на девчонок. Вот. И там пассажиры, которые летели сзади, они просто подбежали, оттягивали. Конечно же, мы испугались и очень обрадовались, когда объявили, что рейс снимут. Потому что смотреть подобные вещи по телевизору – это одно, а принимать, пардон, участие в кавычках в этом абсолютно не бывает. По факту драйки на борту, полицейские проводят проверку. Вот-вот в отношении Третьякова будет возбуждено дело и предъявлено обвинение. В первую очередь, этому пассажиру будут предъявлены административные обвинения, штраф, предусмотренные доказательством. Второе – авиакомпания, я думаю, предъявит ему претензии по возмещению затрат на вынужденную посадку. А это десятки тысяч долларов. Будет достаточно существенная сумма. Ну и, конечно же, если были нанесены травмы на дому членов экипажа или, может быть, другим пассажирам, скорее всего, будет уголовная ответственность, как минимум, хулиганство. Впрочем, последствия для Третьякова могут быть куда серьезнее. Похоже, дебош, который устроил около года назад Сергей Кабалов на борту самолета «Москва-Хургада», был квалифицирован следствием как попытка угнать лайнер. Присяжные с таким обвинением согласились. Саратовскому предпринимателю грозит до 12 лет лишения свободы. Всего же с начала года за распитие алкоголя в самолетах и в аэропортах к ответственности привлекли около трех тысяч россиян. Екатерина Миронова, Вести. 11 января саратовский бизнесмен Сергей Кабалов избил бортпроводника и угрожал посадить самолет, летевший в Египет. Суд признал авиадебоширы виновным. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. 2 февраля Вячеслав Исмаилов устроил пьяный дебош на борту рейса «Москва-Пхукет». Самолету пришлось совершить незапланированную посадку в Ташкенте. 5 сентября житель Сургута устроил дебош на борту самолета, летевшего из Анталии. С борта его увели в сопровождении полицейских. Мужчину обвинили в оскорблении представителя власти. 27 сентября в аэропорту Домодедова за дебош сняли с рейса пьяную пассажирку, которая собиралась лететь в Турцию. 6 октября в аэропорту Шереметьево буйный пассажир перед вылетом в Шарм-И-Шейх избил инспектора по авиационной безопасности. Возбуждено уголовное дело.